Мам, ну что обо мне девочке подумают? Да что тут думать? Мама сказала, дочь послушалась. Мама, я вообще-то уже не маленькая. Как ты не поймёшь? Я девочкам пообещала с ними побыть. Привет, Машу. Вот, даже Кирилл всё понимает и не против нашего девичника. Ну, не то чтобы я был в восторге от него, но что поделаешь? Видишь? Разговор окончен. Ты идёшь со мной на день рождения к тёте Нелли и точка. Сама туда иди. Маш, Маш, мы не закончили. Маш, вернись. Это кто тут дверьми хлопает, а? Вы что, не скажете, штукатурка сыпется? Да это Маша, Ирина Анатольевна. Прекрасно. Я тогда знаю, кто будет сдавать на ремонт помещение. Ой, да сдам я всё. Только не в деньгах счастья, Ирина Анатольевна. Лилия Валерьевна, что с вами? Ну-ка, пойдёмте расскажите мне о своей беде. И обязательно мы найдём выход. Эта тётя Нелли вечно меня тискает, как щенка на выставке. Терпеть её не могу. Я полностью на твоей стороне, Зайка. Уверен, твоя мама передумает и разрешит тебе пойти на девичник. Да сейчас. Теперь я не собираюсь у неё разрешения спрашивать. То есть как? Совсем? Совершенно. Если она не учитывает мои интересы и договорённости, то и я не буду. Смелое решение. Гоу-гоу-гоу! Гоу-гоу-гоу! Поцелуй красотки, а к нам уступил волчётки! А это ещё что? Гоу-гоу-гоу! Поцелуй красотки! Звук оттуда. Гоу-гоу-гоу! О, привет, девочки. А что это вы о Кубе болельщицу вспомнили? Так, мы это... Просто так. Ну да, красивые такие красивые. Да и навыки забывать не хочется. А меня почему не позвали? Мы могли бы на девичнике новый танец придумать. Блин, девичник. И как могли забыть? Что вы там шепчетесь? Ничего мы не шепчемся. Просто у нас... Вот такой тихий разговор был. Какие-то вы странные. Ладно. Кирилл, что ты там уселся? Девочки, так вы на урок идёте? Да-да, мы сейчас догоним. Капец. И что мы ей скажем? Она же жутко обидится, если узнает, что мы без неё в клубе болельщи выступаем. А теперь ещё и про девичник забыли. Я уже отвыкла, что она с нами тусит. Всё время с Кириллом. Так что неудивительно. Думаю, не страшно, если мы девичник принесём на завтра. Согласна. Ладно, пойдём в класс. Мне нравится мне всё это. Машин, да не волнуйся. Маша. Всем добрый день. Ксюша, Соня, встаньте. Встаньте, встаньте. Мне стало известно из достоверных источников о том, что вы были замечены за территорией школы во время уроков. Что? Когда? Это неправда! Не принимать! Это серьёзное нарушение, за которым последуют не менее серьёзные наказания. Но мы ничего подобного не делали. Да? Кто им такое сказал? Не припираться. Итак, сегодня вы остаётесь после уроков вплоть до закрытия школы в 21.00. Ирина Анатольевна, это несправедливо. Они ни в чём не виноваты. Тебя забыла спросить. Всё! Всё! Решение окончательное и обсуждению не подлежит. Ну, Ирина Анатольевна, у нас с Ксюшей сегодня важное мероприятие. Наш клуб выступает. У нас сегодня девичник. Ну, уже нет. Всё, девочки, присаживаемся. Так как вопрос дисциплины закрыт, переходим к изучению новой темы. Достаем тетради, достаем ручки. Готовимся к уроку. Надо будет к ней на переменки подойти, чтобы Маша не убидела. Мы не можем пропустить сегодняшнюю игру. Записывайте. Тема урока. Жизнь и творчество. Жизнь и творчество великого, великого писателя. Михаила Евграфовича Салтыкова. Ирина Анатольевна, можно выйти? Щедрина. Маша, да что с вами такое? Только все вошли. Простите, срочное дело. Не терпит отсрочек. Иди, только быстро. Салтыков Щедрин родился. Сговорились, да? О, Машенька, я слышала, у тебя вечер схватился. Тетя Нелли ждёт. Я так и знала, что без тебя тут не обошлось. Как тебе не стыдно наказывать моих подруг, чтобы получить своё? Причём тут я? Их наказали, потому что они провинились. А кто тут достоверный источник Ирины Анатольевны? Не ты ли случайно? Маша, к чему эти скандалы? У тебя вечер освободился. У тёти Нелли день рождения. Всё складывается как нельзя, удачно. Да я твою тётю Нелли не переношу. Хочешь ты или нет, но я к ней больше не пойду. Лучше с Кириллом вечер проведу. Маша! Ах ты! Точно штукатурка сыпется. Михаил Салтыковщин. Позор! Позор такой учительнице, которая так бессовестно врёт. Маша, что происходит? А ещё наказывают учеников ни за что! Уйди! Ты чего разоралась? Ты имеешь ввиду Соню и Ксюшу? А вы ещё кого-то несправедливо наказали. Браво! Бьёте рекорды, Ирина Анатольевна. Маша, я не понимаю, но мне не нравится твой тон. Что? Что вам моя мама пообещала за их наказание? Маша, руки! Всё, с меня хватит! Ты наказана! Не приближайтесь к ней! Машуль, пойдём в буфет. Я тебе сито куплю. Вот курица. В смысле? Да не ты, зайка. Она училка. Слушай, Кирилл, нам нужно вернуться в класс. Чего? Я это всё специально сделала. В общем, долго объяснять. Пойдём в класс. Твои ставки. Кто из них победит? Маша и Кирилл. Кирилл, успокойся. Ирина Анатольевна, я пришла с миром. Я готова понести наказание. На место сели. Да повесь ты эту линейку. Золотых линейку. Золотых линейку. Ирина Анатольевна. Можно выйти? Нам с Ксюшей вместе с вами. Выйти вместе со мной? Тогда пойдёмте. Пойдёмте. Ирина Анатольевна, мы должны вам кое в чём признаться. У нас с Ксюшей сегодня выступление как команда поддержки на футбольном матче. Что? Так вы не собирались на девичник? Маш, прости. Ты всё время с Кириллом занята. Поэтому мы с Ксюшей вернулись в клуб только вдвоём. А про девичник мы случайно забыли. Кирилл, неси линейку. Бежим! За ними! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова